Виктор Федорович, вот прошел ровно год с момента, как бы вы были вынуждены покинуть страну. Достаточно время для того, чтобы взвесить все те решения, которые вы принимали во время майданных событий. Так все-таки, почему до последнего момента, когда уже были захвачены здания административные, когда уже были захвачены улицы и площади, а правоохранительные органы оставались, по сути, безоружными и не получали приказ на применение огнестрельного оружия? Или все-таки получали? У меня такой информации нет. Я ставил задачу решать вопросы политическими методами, без применения оружия. Я уверен и сегодня, что никакая власть не стоит капли пролитой крови. То, что эту войну развязали наши оппоненты, те, которые пришли незаконным путем к власти, у них не было для этого никаких причин. А кто стрелял? А это должно выяснить следствие. Уже год прошел, как к власти пришла нынешняя верхушка. Они должны найти виновных. Но они еще в самом начале объявили уже виновных. Как говорят, без следствия, без ничего. Они объявили правоохранительные органы и президента. На мой взгляд, это классический сценарий цветных революций. После одних провокаций были другие. И те убийства, которые были, два убийства двух молодых ребят, фактически на сегодняшний день они тоже не расследованы. А наши правоохранительные органы в тот период времени, когда я нес ответственность, они практически уже имели факты, доказательства того, что эти убийства не произошли в тех местах, куда были подброшены эти трупы. Это и провокации, которые были, и эта работа, к сожалению, средств массовой информации, она не была объективной, мягко говоря, правдивой не была. Поэтому произошло самое страшное, чего я боялся. Пролилась кровь и началась война. То есть, раз вы боялись, значит, вы ждали, что это может произойти? Я прекрасно понимал свою ответственность. По сути говоря, когда меня незаконным путем убрали от власти, приняв решение в парламенте, в то время, когда я был на территории Украины, голосовался закон об отстранении президента от власти. Все последующие действия нынешней власти, они были направлены на торжество Майдана на тех территориях, где Майдан никто не признавал. Это территории юго-востока Украины. И навязывание людям образа жизни, отмена закона о языках. Это все спровоцировало защитную реакцию. И люди начали требовать реформы самоуправления. Их на них сразу повесили ярлык сепаратисты. Когда люди восстали против того, чтобы в эти регионы ехали представители радикальных националистических представителей, в эти регионы поехали толпы вооруженных людей. Так называемые батальоны. Вы сейчас говорите о событиях, которые произошли уже после 22 февраля. Да, конечно. А если вернуться на день, 21 февраля, все мы помним, как вы подписали соглашение с лидерами Майдана, пойдя тогда на серьезные уступки оппозиции. Причем под тем соглашением свои подписи поставили представители западной дипломатии, из Польши, Франции, Германии. Почему вы поверили в гарантии западных политиков, западных министров? Они на вас как-то давили? Или, может быть, наоборот, что-то обещали? Вы понимаете, я шел до конца по этому пути, который был мной избран. Исключить кровопролитие. Сам приезд трех министров в Киев, он был знаковым. Значит, приехали представители трех крупнейших государств Европы. И вместе с президентом, вместе с действующей властью и оппозицией подготовили соответствующее соглашение. Как это можно называть? Участие, соучастие, в качестве кого они приехали. Ведь они инициировали этот процесс. Значит, они же должны нести ответственность. Я так понимаю. Мне задавать вопросы. Какие вы даете гарантии, что мы эти соглашения выполним? Гарантии брали две стороны. Обязательства брали две стороны. Это власть и оппозиция. А гарантом выступали трое министров иностранных дел трех крупнейших европейских государств. Я согласился на досрочные президентские выборы. Я согласился на конституционную реформу. И уже на новой основе, на новой конституционной реформе проводить выборы и в парламент, и в президентские выборы. Что еще нужно было? Нужно было это все исполнить и затем дождаться решения украинского народа. Ведь они боялись чего? Они боялись, что народ очень негативно отреагирует на их действия. И их не изберут. Поэтому война была развязана для того, чтобы исключить народ, протестный электорат из этого политического процесса. И частично им это удалось сделать. Ведь юго-восток Украины фактически не принимал участия в выборах. А если и принимал, то незначительная часть населения. Вот если взять уже сегодняшние события. Донбасс, гражданская война, вот те последние переговоры в Минске. Достигнутые там договоренности, на ваш взгляд, к чему приведут? И есть ли еще шанс на какие-то полноценные переговоры между Киевом, с одной стороны, и Донбассом, и Луганском, с другой стороны? Если, вот учитывая, что сколько уже смертей произошло, и то, что Донбасс сейчас, по сути, лежит в руинах. Я уверен, что нет другого пути. Прекратить войну. Прекратить оскорблять жителей Юго-Востока. Снять эти ярлыки с людей. Дать гарантии о том, что самоуправление будет достаточным для этих регионов, чтобы защитить свои права. И в этом процессе должны принимать участие обязательно европейские страны и Россия. Сегодня нужно этот процесс начинать снова. Нужно привлечь к политической жизни. Если мы хотим эти территории с этим населением Юго-Востока Украины, Донбасса, видеть в украинской семье большой, в составе украинского государства, нельзя по отношению к ним допускать дискриминацию. Кому могло взбрести в голову, например, в то время, когда я был президентом Украины, что Янукович лишит пенсионеров западных регионов пенсии. Как это так? Как можно лишить социальные гарантии, которые прописаны в Конституции? Много накопилось обид, много накопилось недоверия и ненависти сегодня у тех людей, чьи семьи пострадали. Очень много погибло людей, очень много людей униженных. И чтобы сегодня мы могли дойти до такого уровня доверия, который позволит нам жить вместе, нужно время. Поэтому нужен и переходный период, и нужно шаг за шагом идти по пути завоевания доверия. А для этого, прежде всего, нужно прекратить войну. И последний вопрос. Каково чувствовать себя президентом в изгнании? И готовы ли вы вернуться на Украину обратно? И что вы скажете украинцам? Когда вернетесь? Я очень много провел бессонных ночей. Мне больно за все то, что произошло, происходит и сейчас в Украине. Не хочу много говорить. Если Господь Бог мне сохранил жизнь, если Господь Бог даст мне возможность сделать то, что нужно сегодня людям, чтобы защитить их права, защитить их от того бесчинства и беззакония, которое есть в стране. Я сделаю все, что будет в моих силах. Спасибо вам большое за, наверное, более чем откровенные ответы. Спасибо.